Траву покосили, но так и не убрали. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители дома номер 11-Б по улице Безыменского. Все лето люди старшего поколения добивались от городских служб покоса травы у своего дома. Следить за этой территорией должен муниципалитет. Несколько недель назад просьбы людей все же были услышаны. Траву покосили, но не убрали, рассказывает Нина Цыганова. Если бы все убрали сразу, как скосили, у нас бы уже трава была. А тут вот это все лежит, оно не дает им расти-то. Но нигде нам такого в городе нет. Только наш вот такой участок. Как будто бы в другом городе живем, ничего у нас не делают. Напомним, наш телеканал уже не раз рассказывал о проблемах местных жителей. Только после выхода двух сюжетов в эфир городские службы все же удосужились выполнить свои обязательства. Правда, не полностью. Люди хотели, чтобы траву не только скосили, но и убрали. Но сил на уборку, видимо, не хватило. Или желания. Получилось как подачка. Мы обращались, они обещали все сделать. Ну вот видите, как делают. Скосили, они убирают. До конца не доводят свое дело. Ну, будем надеяться, что уберут. Между тем, во время съемки все же появились сотрудники одной из городских служб. Неподалеку они как раз занимались уборкой скошенной травы. По словам рабочих, траву этого дома на улице Безыменского они скоро уберут. Но почему этого нельзя было сделать раньше, задали жители вопрос. Как оказалось, сотрудники городской службы совсем недавно узнали о необходимости уборки скошенной травы возле этих домов. То есть, когда вот скосили, вы не знали, что надо убрать? Какую? Только вам недавно сообщили об этом. Ну, нам только сказали, да. Давно? Сегодня вот мы пришли. Сегодня только сказали гречески. Что же мешает городским службам своевременно выполнять свои обязательства? Этот вопрос мы адресовали в мэрию. Там ответили, главная проблема – дефицит кадров. Чиновники подтвердили, что в ближайшее время трава у дома на улице Безыменского будет убрана. Просто сил не хватает у организации вовремя выполнять, так сказать, вот весь объем предписанных работ. Плюс очень много заявок, значит, которые поступают из других районов города. Там действительно не... Мы знаем эту проблему, и в ближайшее время эта трава будет убрана, и проблема будет решена. Мы решили убедиться, что рабочие, которых видели сегодня утром, довели дело до конца. И под вечер позвонили одной из героинь наших материалов. Она была разочарована. По ее словам, траву у дома так никто и не убрал. Ничего не убрали. Даже вот, который к нам поворот, даже не подняли. Как там валялось это все, так и валяется.